На повестке дня важнейший вопрос экономическая политика города Березники на ближайшую трехлетку. Депутатам предложили внести изменения в статьи расходов сразу нескольких муниципальных программ. Например, из-за санитарно-эпидемиологических требований необходима замена кухонного инвентаря на нержавеющих в детских, дошкольных учреждениях и школах города. На это предлагается выделить 7,5 миллионов рублей. Почти 2 миллиона на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ в отдельных общеобразовательных организациях. 5 миллионов на монтаж технических средств охраны в учреждениях дошкольного и дополнительного образования и установку охранной пожарной сигнализации в учреждениях общего образования. Кроме того, предлагается выделить 1,5 миллиона на ремонт детского сада «Радуга», а также на новое покрытие футбольных полей в гимназии номер 9 и школе номер 5, что в поселке Железнодорожный. Капитальный ремонт ждет школу и интернат в селе Березовка. Под учреждениями образования есть детский садик, школа и здание интерната. Они заполнены в данный момент не полностью, поэтому мы предполагаем, что здание интерната мы как раз после ремонта адаптируем под группу детского садика. Ну и школу также будем ремонтировать. Также в планах выделить 3,5 миллиона рублей на ремонт здания Дома культуры в Березовке. Не забыли и про работников этой сферы. 18 миллионов предлагается дополнительно выделить на муниципальную программу развития культуры. Из них 9,8 миллиона на заработную плату. Кроме того, с целью защиты от вандализма более 2,5 миллионов выделяется на монтаж системы мониторинга на 28 игровых и спортивных площадках города. На 8 планируется установить их уже в этом году. Обсуждалось также благоустройство площади в селе Романово, площади с памятником Елькину и аллеи памяти в Усолье и строительство дороги на кладбище в Березняках. В плановом периоде предлагается выделить дополнительные средства на оборудование детского технопарка «Профис Мартум», а также на установку памятного знака малолетним узникам фашистских лагерей. Решение по повестке традиционно депутаты примут на заседании Думы уже на следующей неделе. Любовь Битнер, Мария Динова, Никита Игнатьев. Наши новости.